Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин. И сегодня нас ждет, пожалуй, одна из самых удивительных историй, которые мне известны. В далеком детстве в руки мне попалась книжка под названием «Дочь Монтесумы». Там главный герой, испанский моряк, терпит кораблекрушение около берегов Америки и попадает к Атстекам, южноамериканским индейцам. А дальше было множество сюжетных поворотов, испытаний и приключений, которые выпадали на судьбу главного героя. Да, читав книгу, я поставил ее на полку и подумал – хороший сюжет, жалко, что это только сказки. Пока не познакомился с историей конкистадора Гонзало Герреро, который и станет нашим сегодняшним героем. Но начнем мы, как обычно, издалека. Гонзало Герреро родился в городке Ньевло, что на юге Испании, недалеко от Севильи, примерно в 1470 году. Почему я говорю примерно? Да потому что о ранних годах его жизни известно крайне мало. Скорее всего, он был из простой семьи. Ньевло в те годы был достаточно бедным городишкой, и многие молодые люди, чтобы попросту не голодать, связывали свою жизнь с армией. Гонзало не становится исключением. Он идет в солдаты. И он принимает участие в последней волне реконкисты. Юг Испании все еще принадлежал Маврам, а испанцы яростно желали их оттуда выбить. И, разумеется, Гонзало Герреро вступает в войну на стороне католических королей. Интересно, что примерно в это же время, в 1486 году, молодой Колумб, который уже покинул Италию, впервые встречается с испанскими монархами Фердинаном и Изабеллой. Еще никакой славы, никаких экспедиций и никаких открытий. Просто молодой 35-летний капитан, но уже с безумной идеей морского пути в Индию. И если дать волю фантазии, то вполне можно предположить, что наш герой и Христофор Колумб где-нибудь в это время вполне могли пересечься в Испании. Но давайте вернемся к Гонзало Герреро, который отважно сражается с Маврами на юге Испании и получает значительный военный опыт. 2 января 1492 года Гранада пала и реконкиста была окончена. Герреро, который, очевидно, ничего кроме как хорошо воевать в своей жизни не умел, ищет, куда бы ему пристроиться. И он присоединяется к отряду генерала Гонзало Фернандеса де Кордовы, который отправляется на войну в Неаполитанское королевство. На это королевство в это время очень активно претендовала Франция. Кордово был очень сильный стратег и применял массу новых для того времени военных тактик и вооружения. Там, очевидно, Гонзало учится стрелять из первого порохового оружия, получает невероятный военный опыт и, в общем-то, становится профессиональным солдатом. Итальянская компания имела такой невероятный военный успех, что господство Испании в этих землях было обеспечено на века. Потребность такой большой армии у Испании постепенно отпадала. Наемники также теряли свою работу. И очевидно, что Гонзало Геррера говорят, «Иди домой, война окончена и в твоих услугах мы больше не нуждаемся». Но как профессиональный военный он был не очень приспособлен для мирной жизни и опять ищет, куда бы ему устроиться. Это было начало 1500-х годов. И, разумеется, по всей Испании гремела слава невероятного мореплавателя Колумба, который буквально несколько лет назад открыл так называемый новый свет. Огромные земли, богатые золотом, свободой, неизведанные и полные диких племен. И Гонзало Герреро решает попытать счастье в этом новом мире, где такие крепкие парни, да еще и с военным опытом, были буквально на вес золота. И из простых солдат достаточно легко становились губернаторами обширных земель. Поэтому в 1510 году он садится на корабль и отправляется в новый свет, где поступает на службу к Диего де Никуэсу, губернатору графства Верагуа. Это графство находилось на территории нынешних Никарагуа, Коста-Рики и побережья Панамы. Это были не самые спокойные места. Новоиспеченные губернаторы стремились урвать кусок побольше себе во владения. Люди активно строили гасьенды для посадки сахарного тростника. На этих плантациях индейцев заставляли работать практически до смерти, делая из них рабов. Законы как таковые там были весьма условные. И многие территориальные споры решались силой. Именно в эти земли, от которых каждый хотел урвать кусочек, и попадает наш герой. Он служит на корабле. В некоторых источниках говорится, что он был капитаном корабля. В чем я, если честно, сильно сомневаюсь. Должность капитана все-таки подразумевает некое обучение и большое количество знаний, которых, скорее всего, у простого солдата не было. В большинстве же старых текстов его называют просто маринеро, что означает моряк. Скорее всего, моряком он и был. И 15 августа 1511 года корабль Санта-Мария де Барка, на котором находился Гонзало, отплыл из Дориена. А через три дня на него обрушился сильнейший ураган. Корабль сильно сбился с курса, а в итоге и вовсе сел на мель недалеко от Ямайки. В это время полуостров Юкатан был абсолютно неизученным местом. Туда не ступала нога белого человека, и это были белые пятна на карте, где обычно рисовали единорогов или людей с песьими головами. На самом же деле, это была страна Майяб, где жили индейцы майя. Майяб переводится как «немногие». Ученые до сих пор спорят о значении этого слова. Некоторые говорят, что оно трактуется как «избранный», «избранный народ». Другие говорят, что оно переводится напрямую как «небольшое население этой местности». Очевидно, что раньше население этого региона было действительно гораздо больше. Но к XVI веку цивилизация майя как таковая практически перестала существовать. Великая империя распалась на множество небольших племен. Их было все еще действительно много. Однако величие империи майя в те годы уже оставалось где-то в далеком прошлом. И те самые знаменитые пирамиды, на которые все сейчас едут смотреть, для индейцев тех лет уже тоже были некими музейными экспонатами. И получается, что в начале XVI века, в котором и происходит наш рассказ, индейцы огромного количества племен, на которые распалась империя, были потомками древней майянской цивилизации, о которой они сами знали достаточно мало и фактически жили на ее руинах, в отличие от тех же инков, которые в этот момент находились, собственно, в состоянии расцвета. Но давайте вернемся к крушению корабля, который намертво сел на мель. Команде ничего не оставалось, как погрузиться в шлюпку и двигаться в сторону суши. В шлюпку поместилось 20 человек, в том числе и две женщины. Течением их уносило на север. Они провели более двух недель в открытом море без еды и воды. И вот, наконец, оставшиеся в живых видят землю, на индейском языке, именующуюся Хамманье, нынешний мексиканский штат Кентана-Ро. После ужасного скитания по волнам, их ноги наконец-то коснулись белоснежного пляжа. Они уже было подумали, что спасены, но буквально через несколько минут их окружили индейцы племени Кокома. Небольшая информационная вставка. На данный момент этот канал существует исключительно благодаря вашей поддержке и вашим донатам. Вы можете поддержать нас на Бусте, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки на эти платформы вы найдете в описании под этим роликом. Только благодаря вам новые ролики на этом канале продолжают выходить регулярно. И в целом канал продолжает свое существование. Большое спасибо всем, кто уже откликнулся и поддержал нас. И большое спасибо всем, кто еще откликнется и присоединится к нашей команде. Это воинственное племя было некогда частью могущественной Лиги Майя. Союза племен с главными городами в Чечен-Итца, Ушмале и Майпане. Кокомы имели заслуженную репутацию свирепых воинов. После распада империи они успешно воевали с соседними племенами. А позже очень отчаянно сопротивлялись испанскому завоеванию. Потерпевшие крушение люди даже не успели опомниться, как они были связаны и поделены на две группы по четыре человека. Четверых испанцев индейцы приносят в жертву богам. Они их ритуально убивают и съедают на глазах их товарищей. Разумеется, испанское вторжение в Америку – это величайшая трагедия для обитавших там коренных народов. Но это мы можем рассуждать сейчас сквозь века. Но представим, что вы набожный католик. Вся ваша жизнь связана с церковью. Вы участвовали в реконкисте. А я напомню, что это была не просто война за землю, но все же некое противостояние католиков и мусульман. Так вот, ты весь такой религиозный католик видишь, как свирепые воины, с серьгами в ушах, с пробитыми носами и губами, раскрашенный под леопардов с обсидиановыми ножами, вырезают у твоих еще живых товарищей сердца и на твоих глазах съедают. И разумеется, это не оправдывает последующих зверств испанцев, которые те творили с индейцами. Но, как мне кажется, частично их объясняет. Для них индейцы, очевидно, были исчадьями ада. Кстати, о наличии души у индейцев теологи спорили практически до современности. И если честно, это был еще не самый плохой вариант для выживших. Несмотря на то, что жертвоприношения и ритуальный каннибализм были распространены практически повсеместно в Мезоамерике, племена майя были далеко не самыми кровожадными. Проплывя они чуть дальше, они бы попали в империю ацтеков. И там, скорее всего, бы выживших не осталось. Ацтеки приносили невероятные человеческие жертвы. По праздникам они могли достигать десятков тысяч человек. Хотя, возможно, индейцы Кокома оставили пленных просто для дальнейших жертвоприношений. Однако проверять это они не решились. И ночью им удается совершить побег. Но бежать было, в общем-то, некуда. Это были абсолютно дикие и неисследованные земли, где никогда не было ни одного европейца. Они бегут вглубь континента. И, как несложно догадаться, опять были схвачены индейцами. В этот раз это было племя Тутулсиу, которые оказались менее кровожадными. Они доставили их в город Мани и просто обратили испанцев в рабство. Они заставляли их работать на строительстве, растить маис и делать прочую тяжелую работу. Из-за тяжелых условий двое пленников скоро умирают. В живых остается только двое. Священник Херонима де Агилляр и наш герой Гонсало Герреро. Херонима де Агилляр не менее интересный персонаж. Этому священнику удалось сохранить счет времени. И он точно знал, сколько дней они провели в плену. К индейцам он относился, как подобает католическому священнику. Как к исчадьям ада. Все свободное время между рабским трудом он проводил в молитве. Но время шло. И вот пленники провели среди индейцев уже несколько лет. Они учат язык и уже могут объясняться на местных наречиях. А Гонсало Герреро удается завоевать доверие местного кассика. Кассик это титул, ну что-то типа князя. Местные жители в большинстве своем жили городами-государствами. И главным в таком поселении был именно Кассик. Так вот Кассик по имени Начан Кан сдружился с Гонсало. И как расчетливый правитель узнал от него множество полезной информации, которая была недоступна индейцам. Этот правитель передает пленного другому знатному человеку по имени Балам. Он был местным полководцем, который относился к испанцу с большим уважением. К тому же, однажды когда Балам совершал религиозное омовение в реке, на него напал аллигатор. А Герреро бросился ему на помощь и спас ему жизнь. За это он получает полную свободу и фактически вливается в общество майя. Однако очевидно, что и сам испанец проникся индейской культурой. Он начал носить их одежду, выбрил себе виски, как было принято у местных воинов, вставил в уши массивные серьги, пробил себе перегородку носа, а в итоге и вовсе покрыл все тело и лицо магической татуировкой. До сих пор идут споры о том, перенял ли он религию майя с их жертвоприношениями и каннибализмом. Многие говорят, что он до конца жизни оставался католиком. Однако я больше склонен верить Падре Агиляру, который называл его мерзким язычником. Гонсало Герреро, очевидно, очень неплохо влился в индейское общество и практически ничем не отличался от воинов майя, ну разве что бородой. А общество это было на самом деле далеко не так примитивно, как представляли себе европейцы. Впрочем, и сейчас многие продолжают считать, что народы Мезоамерики были дикарями. Дикарями с городами-миллионниками, развитым сельским хозяйством, со своей письменностью, с деньгами, с водопроводом и с пенициллином, который развитые европейцы откроют только в 30-е годы 20-го века. В общем, это была просто другая цивилизация, в которую Герреро мало того, что отлично влился, так еще и сумел завоевать там уважение и почет. Обладая исключительными для своего времени военными знаниями, он вскоре проявил себя как искусный стратег и начал консультировать индейцев по западной тактике ведения войны. Вскоре племя одержало несколько крупных побед над соседями. Испанец прославился как искусный воин и стал чем-то вроде военного вождя. В итоге он женится на местной девушке. И женится он не просто на обычной девушке, а на знатной дочери вождя Начанкана, которую звали Зазилха. Это была невероятная честь. Девушка родила ему троих здоровых детей, которых многие теперь считают первыми мексиканцами. О его детях практически ничего не известно. Но по одной из легенд, первенца по имени Ишмо родители отдали в жертву на пирамиде Чечен-Итца, чтобы положить конец нашествию саранчи, губившей посевы. Остальным детям Герреро, следуя местным традициям, деформировал черепа при помощи специальных обручей, как это было принято в большей части Мезоамерики. И очевидно, что Герреро был доволен своим положением. Из обычного солдата и наемника, вечно голодного и скитающегося по войнам, он превращается во что-то типа князя, уважаемого человека и высшее сословие в индейском обществе. Более того, я предположу, что он действительно полюбил и привязался к индейцам и к индейской культуре. Поэтому, когда до него начали доходить слухи, что в соседних племенах уже встречают разведывательные отряды испанцев, пробиравшиеся все дальше и дальше по континенту, он понял, что это грозит уничтожением всех и всего, что он полюбил за эти годы. С момента крушения прошло уже более шести лет. И прекрасно понимая, что против мушкетов, пушек и закованных в латы конкистадоров каменное оружие индейцев неэффективно, он решает обучить их тактике ведения войны. И более того, он организовал строительство укреплений, которые он так часто видел на родине. Отлично обращающиеся с камнем индейцы очень быстро возвели целую сеть бастионов, фортов и крепостей. Герреро велит окружить строение глубокими рвами, чтобы взять их приступом стало еще сложнее. И в 1517 году он встречает первую экспедицию Эрнандеса де Кордовы, который планировал легко завоевать Мексику. Однако легко не получилось. Он встретил ожесточенное сопротивление и отлично обученные отряды индейцев, которые сражались по всем правилам современной европейской военной науки. И руководил этими отрядами лично Гонзало Герреро. Но несмотря на то, что легко захватить Мексику не получилось, конкистадоров было уже не остановить. Они узнали о большом количестве золота и хлынули в эти земли огромным потоком. Буквально на следующий год, в 1518, экспедиция Хуана де Грихальвы тоже встречает сопротивление бойцов под руководством Герреро. А в 1519, 6 марта, на эти земли ступила нога, пожалуй, самого известного конкистадора Эрнана Кортеса. Он высадился на острове Косумель у побережья Юкатана и узнал от местных индейцев, что неподалеку находятся два испанца, потерпевших кораблекрушение. И через индейских посредников он высылает им письмо, в котором предлагает присоединиться к его экспедиции. Как только падре Херонима де Агилляр узнал о приближении испанцев, он тут же поспешил им навстречу. Нужно отметить, что к этому времени он тоже был уже вполне свободным членом племени. Он попросил разрешения у вождя, и тот его беспрепятственно отпустил. Так закончились его 8 лет жизни среди индейцев. Когда конкистадоры увидели священника, они с большим трудом узнали в нем своего. Он одевался и двигался как туземец. Более того, он практически забыл испанский язык. Однако в экспедиции Кортеса он сыграет очень важную роль и сильно ему пригодится. Священник выучил язык майя и свободно на нем говорил. Более того, он знал обычаи и традиции местных племен. И часто выступал переговорщиком между испанцами и индейскими вождями. Впоследствии падре Агилляр часто склонял индейских вождей подчиниться испанцам, нередко делая это обманом. Некоторые считают его чуть ли не святым или мучеником, однако он получил солидные богатства от испанцев и три поселения в свое управление. Также католический священник имел дочь от индейской девушки. Однако справедливости ради он даже дал ей свою фамилию. Ее звали Луиза де Агилляр. Но давайте вернемся к Гонсало Геррера, который тоже получает письмо от Кортеса и, очевидно, сидит в раздумьях. Как же ему поступить? Вернуться обратно к испанцам или остаться среди индейцев? Многие летописцы тех лет утверждают, что в это время он был уже гораздо больше майя, нежели испанец. Поэтому он отвечает отказом. Он пишет ответное письмо, где говорит, что его жена и дети ценнее, чем вся слава, который он бы мог достичь при завоевании Мексики или чего-либо другого. Когда ему сказали, что он может взять с собой семью в экспедицию, он все равно отказывается от этого предложения. И его можно понять. Даже если откинуть жену и детей и привязанность к индейцам, то в экспедиции его бы ждала роль наемника, страдающего от голода и тропических болезней. А здесь, среди индейцев, он был кассик, князь, которого уважали, приказы которого выполняли и фактически он был одним из правителей этих земель. Зачем ему было их завоевывать? О такой интеграции в индейское общество и самое главное об отказе его покидать до сих пор спорят ученые от историков до психологов. Потому что действительно случай очень необычный. Мы знаем несколько сюжетов, когда европейцы становились в том числе и вождями индейских племен. Но как только у них появлялась возможность, они это общество покидали. Однако Гонсало Герреро является исключением из правил. И он остается среди индейцев. И не просто остается, а организует ожесточенное сопротивление испанскому завоеванию. Некоторые историки даже утверждают, что именно благодаря знаниям, которые принес Герреро, индейцы смогли продержаться так долго, аж до конца 16 века. Одной из значительных его побед является сопротивление экспедиции Адалантадо Франциско де Монтехо, проходившей в 1527 году. Монтехо, зная о военном престиже Герреро и о том, что он обучает местных военной тактике, попытался уговорить его присоединиться к своим войскам и помочь ему в завоевании Юкатана. Он также присылает ему письмо, в котором убеждает его отказаться от своих индейских обычаев и вернуться на службу короне Испании. При этом он обещает ему самые высокие почести и титулы. Но Герреро остается неподкупен. В ответном письме он напишет, что он не может порвать с индейцами, но что Монтехо и все испанцы могут считать его своим другом. Однако сразу же после этого, зная о планах Монтехо выступить на столицу индейцев город Четумаль и желая помешать ему достичь своей цели любой ценой, он вместе с Майя начинает строить укрепления и готовится к войне. Франциско де Монтехо основал на Юкатане город Саламанка, который служил ему военной базой. В этом месте он разделил свои войска на две части. Одну он возглавил сам и двинулся вместе с ней на юг к морю. Тогда как другая часть войска, состоящая из 150 пехотинцев и 16 всадников, выступила по суше под командованием капитана Алонсо де Авилло. Алонсо де Авилло был ветераном Кортеса и очень жестоким человеком, уже успевшим натворить дел в Южной Америке. Основной его слабостью было золото. Его он отбирал у индейцев и целыми галеонами отправлял домой в Испанию. Две эти армии должны были встретиться в Четумале и взять его штурмом, после чего племена, лишенные правительства, подчинились бы испанцам. Но разведчики Гереро доложили ему о планах конкистадоров. Он придумывает очень хитрую уловку, чтобы помешать испанцам добраться до места назначения. Таким образом, когда два войска были на полпути, он отправил сообщение Алонсо де Авилло, в котором сообщал ему о смерти Монтехо. В то время как Монтехо получил сообщение о том, что Алонсо де Авилло и его люди были уничтожены туземцами по пути к их встрече. Эта информационная война удалась на славу. Оба войска были сбиты с толку, Алонсо де Авилло решает вернуться обратно в Соломанку и не ждать встречи с Монтехо, раз тот погиб. Тогда как Монтехо, думая, что Алонсо де Авилло и все его войска уничтожены, решает также вернуться обратно, потому что думает, что его сил не хватит для того, чтобы штурмовать город. В итоге, они разворачиваются и возвращаются обратно. Но уже в 1531 году Алонсо де Авилло снова попытался взять Четумаль. Он подошел уже близко к городу. Его задачей было захватить несколько золотых приисков и лично Гонсало Герреро, который как кость в горле мешал испанцам. Но когда он начал спрашивать о нем захваченных индейцев, все они как один говорили, что Гонсало Герреро уже давно мертв. На самом деле, это, разумеется, было не так. И в целом, Гонсало Герреро очень эффективно использовал дезинформацию. Алонсо де Авилло снова потерял время. Очевидно, что он не очень беспокоился о времени, потому что испанцы в тех краях не встречали особого сопротивления. Они входили в небольшие деревни и местные просто перед ними разбегались или подчинялись им. Но в этих землях Герреро удалось поднять настоящее восстание. Весь юго-восток Юкатана поднялся с оружием в руках против непрошенных гостей. И хотя Алонсо де Авилло пытался всеми средствами подавить восстание, это было уже невозможно. Осенью 1532 года ситуация стала настолько невыносимой, что всей испанской армии пришлось бежать на каное в сторону Гондураса. На самом деле испанцы двигались совсем небольшими отрядами, всего в несколько сотен человек. Редко они доходили до тысячи. Тогда как индейцев были десятки и даже сотни тысяч. Но конкистадоры не собирались уходить и продолжали нападать на местные поселения. Тогда Гонсало Геррера решает перейти от обороны к нападению и с войсками Касика Чикумбы отправляется в сторону Гондураса, чтобы его захватить. Но в 1536 году в возрасте около 66 лет Гонсало Геррера погибает в одном из сражений с испанцами. Он получил стрелу из арбалета в живот, а впоследствии еще и выстрел из аркибузы в грудь. Есть письмо, написанное Андреасом де Серседой испанскому королю. Серседа в это время был королевским казначеем и исполняющим обязанности губернатора региона Ибуэрос. В настоящее время это Гондурас. В этом письме говорится об обнаружении необычного трупа после битвы между войсками капитана Лоренцо де Гадоя и воинами Касика Чикумбы. В письме много ошибок в именах и очевидно казначей был далек от воинских дел. Но суть его понятна. Вот этот текст. Один из вождей индейцев Чичимба рассказал, что во время боя выстрелом из аркибузы был убит испанец-христианин по имени Гонсало Ароза, находившийся среди индейцев в провинции Юкатан 20 с лишним лет. А так как эта местность была зачищена христианами, он пришел на помощь индейцам с флотом из 50 каноэ, чтобы убить тех из нас, кто был здесь по зову Всевышнего. По описанию конкистадоров, он был одет как майя, выглядел как майя, был покрыт татуировкой, и единственное, что выдавало его происхождение, была борода. Испанцы забрали тело и хотели доставить его губернатору, но сохранить его не удалось, потому что ночью его похитили товарищи Геррера и по преданию бросили в реку, чтобы течение унесло его к океану, из которого он вышел. В Испании Гонсало Геррера очень долго считали предателем, и его имя буквально стало синонимом этого слова, тогда как мексиканцы считают его отцом мексиканской нации, а его детей первыми мексиканцами. Ему стоит памятник в городе Мерида, там он изображен в индейской одежде с копьем и держащем за руку первых детей мексиканской нации. Его имя также упоминается в гимне штата Кентано-Ро, где когда-то Гонсало Геррера сошел на берег Юкатана. Вот небольшой отрывок из этого гимна. Заранее прошу прощения за мой корявый перевод, стихи переводить достаточно сложно. Эта земля глядит на восток, колыбелью первых скрещений, то, что рождено от любви и без возмущений, от Гонсало Геррера из Азил Ха. Это действительно одна из самых удивительных историй, которые мне доводилось встречать. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайк под этим роликом, пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, я все комментарии читаю. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг еще этого не сделали. Посоветуйте этот ролик своим друзьям, возможно, им тоже будет интересно. А также я напоминаю, что вы можете поддержать нас на Бусти, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки на эти ресурсы вы найдете в описании под этим роликом. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Это действительно очень важно. А с вами был Владимир Чайкин. Всем пока.